Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на сервере на ролеплей центральный округ. У них здесь Кирилл в футболу, ведь не забывайте уйдеть по ним при эстрации. Ну что ж, пацаны, давно не было серии, а именно больше двух недель, я перед вами очень женяюсь. Почему вообще не было серии? Это из-за того, что у меня не было идей, что поснимать. А снимать что попало я не хотел, поэтому я не выкладывал серии. Но вышло обновление, вышло новое модпак, и поэтому есть, что вам показать, и есть, что поснимать. Почему без модпака? Я думаю, вы заметили, что без модпака, да, потому что я уже пробовал с разных браузеров зайти на сайт и скачать модпак, но у меня почему-то на всех сайтах вот бывает ошибка. Я не знаю, с чем это связано, кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Я постараюсь в следующей серии эту проблему исправить, ну, возможно, не исправлю, не знаю, как получится. Пока что приходится играть вообще без модпака, поэтому я очень сильно извиняюсь, и поэтому посмотрим именно так обновление без модпака. Итак, что добавили? Добавили вот такое вот колесо обозрения, вот такую вот площадку, где находится вот такая большая пушистая ёлка, очень красивая. Мне она, кстати, очень нравится. Кстати, здесь можно пройти под ней? Нет, нельзя, это хорошо. И здесь добавили главного персонажа, это у нас Дед Мороз получается, только у меня это не Дед Мороз, потому что у меня нет модпака. Но вот этот хиленький пацанчик, это, если что, Дед Мороз, и у него мы можем брать квесты. Квесты мы будем выполнять, пацаны, в следующей серии, я думаю. Вот здесь есть квесты, так, задания. Много заданий, но это мы всё будем выполнять в следующей серии. Итак, что ещё здесь есть? Здесь есть вот такое красивое колесо обозрения, здесь есть билеты на аттракционы, колесо обозрения я вам показывал. Здесь есть ещё каток, на котором можно поездить, вроде бы как очень красивый парк, вот с маппингом сюда вроде не было проблем. Также в обновлении изменили текстдрабы, да, они совсем уже другие. Другой спидометр там, другой логотип, вообще все текстдрабы другие. Я вам постараюсь показать то, что добавили из обновления, не смогу вам всё показать, но всё равно постараюсь. Поэтому, пацаны, свасывайте лайки и не забывайте подписываться на канал. Погнали! Итак, первое, что добавили, такое очень необычное, и я такого вообще нигде не видел и не слышал, что такое может быть. Короче, теперь вот такие вот цветофоры стоят, они довольно-таки необычно выглядят, с такой подсветкой, с камерой, они все с камерой, в принципе. И если вы проезжаете на красный свет, то вам дается штраф, как бы, они автоматически дают вам штраф за проезд на красный свет, по-моему, 500 рублей там штраф. Я вот не знаю, есть, типа, систему вот этого, светофора будет садить, точнее, не садить, а штрафовать за красный, то есть администраторы теперь не будут садить людей за красный сигнал светофора, потому что они проехали. Я так понял, оно так будет работать? Ну, прикольно, прикольно, пацаны. Итак, следующее, что бы я хотел вам показать, это магазин мепели. Сейчас объясню, что вообще это такое, для чего нужно. Давайте покажу, как его найти, пишите GPS, и здесь, встайте вниз, и здесь будет ближайший магазин мебели. Так, почему-то этот магазин закрыт, там, типа, я не могу туда войти, ну ладно. Также есть такие подарочки, но почему-то я их не могу собрать, скорее всего, нужно брать именно квест, чтобы их собирать, эти подарочки, но, в принципе, думаю, ничего страшного. Мы этим займемся уже в следующей серии. Короче, я полетал, тут поискал магазин мебели, я так понял, он есть всего лишь один, и он закрыт, поэтому я вам не смогу показать, что там есть. Там просто есть такие, знаете, шкафы, стулья, раковины там и так далее, микроволновки, ну, разная техника для дома, ну, мебель и техника. Просто вы, когда покупаете дом, там будет голый интерьер, либо готовый интерьер выбрать, у меня в доме готовый интерьер. А голый вы там сами можете мебель расставлять, электрику там, ну, электрические приборы там и так далее. Я думаю, это всё понятно. Я сейчас прилетел на заснеженную гору, она находится недалеко от Горелии и недалеко от Арзамаска, почему там Арзамаск, я думаю, видно вам. И здесь вот такая вот заснеженная гора, я не знаю, что здесь вообще делать, нужно, типа, оффроу там на машине, либо ещё что-то. Как бы, вот такие вот дела, я сюда прилетел, если что, на вертолёте. И, ну, прикольный такой маппинг, знаете, горы, на самом деле, это прикольная тема в КРМП, там, и так далее. Ну, думаю, вы сами понимаете, о чём я говорю. Чё это было, вы видели, какая-то тачка упала просто, с неба, причём. Это нормально так, ситуация только что была, то, что тачка тупо с неба упала, причём так быстро, что я еле её увидел. Ну что ж, и последнее, что бы я хотел вам показать в этом обновлении, из интересного, это вот ценовая политика. Её добавили на рынок, который находится в Южном, на 8 бит. Здесь такая ценовая политика, кто сколько продал, там, и так далее, в принципе, я думаю, это всё понятно. Вот, здесь всякие предметы, бомбоксы, тыквы на хулову, тыквы, ну, короче, всё-всё-всё, что можно продать. Вот здесь такая вот продана, сколько, средняя цена, название, ну, и так далее. Я думаю, это всё понятно. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, извиняюсь за свой голос, потому что я немножко приболел, пацаны. Буду стараться исправляться, буду стараться выпускать каждый день ролики. Ну и надо как-то будет с мотпаком разобраться всё-таки, а то без мотпака играть такой себе. Я хотел бы вообще посмотреть того мотпак вместе с вами и записать об этом видео. Всё, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, проявите активность. Всё, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok